он требовал сразу результата сразу вы что ей подсказываете вы что все знаете я перелезла через забор и ровно в 15 00 я постучалась в дверь 333 комнаты меня режиссеру говорит я столько раз отказалась я думаю нет я должна согласиться добрый день с вами кита чесников и мы сегодня находимся в павильоне книги на территории в дэнхай сегодня у нас в гостях замечательная актриса наверно самая лучшая и вы все прекрасно знаете дарья поверенного встречайте добрый день спасибо что пришли прям и земли из династии можно сказать актерской да и дедушка и бабушка и прабабушка вот вот то есть вы должны были стать актрисой да или нет но они мечтали по моему что вы стали переводчицей и у меня есть за этим вопрос вы то есть вас вот вы всегда хотели быть актрисой или нет вот расскажите я хотела быть актрисой всегда сначала правда я хотела быть диктором на телевидении так помните да такие сидели до степенной женщины хорошо выглядящие с красивыми голосами мне казались что оказалось и читали программу передач мне казалось что это одна из вообще самых важных профессий в нашей стране потому что найти программ я не помню была наверное это какие-то в газеты была программа передач мне почему-то вот они очень нравились я хотел стать диктором на телевидении как вариант но потом я эту идею отмела и подумал что наверное все таки хочу быть артисткой как вы правильно сказали как моя мама как мой дед и бабушка у меня была актрисой киевского театра и балета она была балериной родители были конечно не хотели чтобы я была артисткой и хотели чтобы я была переводчицей я училась в школе с углубленным изучением английского языка и папа у меня переводчик но это более стабильно да тогда уже профессия артиста была нестабильна и я а я вот все равно хотел быть артисткой ну конечно какой-то высокой миссии там никакой миссии речи тогда не было просто мне очень нравилось все что было с этим связано потому что мама работала в театре на таганке это был громкий очень театр это была такая аура вокруг этого театра и я очень много проводила времени в театре и ходила на спектакле когда была маленькая я конечно мало что понимала но я сидела за кулисами смотрела потом когда стала постарше уже не захотелось смотреть из зала и у меня были свои фавориты особенно где играла мама и я конечно ходила с ней и потом после спектакли когда артисты выходили служебного входа стояли ну реально толпы людей перед спектаклем там были толпы людей потому что театр был мега популярным плюс еще мама очень много ездила за границу привозила мне оттуда какие-то невероятно красивые вещи жвачки фломастеры одежду фантастическую мама очень много ездила по стране и тоже то есть она очень прилично зарабатывала но при этом очень много работала и то что это трудно и сложно я этого не это говорили но как-то у меня это не откладывается в голове потому что так внешне не изнутри а внешне это было все очень-очень интересно и необычно а почему же тогда хотели раз вот мама была такая успешная и и дед и я так понимаю прабабушка но прабабушка не была бабушка а почему же они хотели чтобы стали переводчик ну потому что все артисты не хотят чтобы дети были артистами и вы не хотите чтобы ваши дети я не хочу меня уже не артистка уже точно нет нет совсем интересно так а вот скажите мне просто любопытно вы а вы знали просто вот сейчас даже английский из человека с английским языком сложно у меня в школе был такой серьезный отбор там не брали всех подряд мне было прослушивание в школе я должна была хорошо читать я даже там пела что-то я помню на прослушивание в школу в семьдесят девятом году и взяли но не знаю может потому что я у меня папа переводчика для меня английский язык это было как само собой разумеющееся и для родителей это было само собой разумеющееся чтобы ребенок знал дочка чтобы знала еще и язык и мы тогда жили понятно там за железным занавесом но тем не менее мне очень нравилось изучать английский язык очень я очень его любила и мне повезло с учительницей была прекрасный педагог елена ивановна базыленко и потом мне это помогло знание английского языка я не поступил в театральный институт после школы проработала переводчица ну и сейчас конечно мне это очень помогает и вообще это моветон не знать английский язык хотя бы разговорный хотя бы чтобы ориентироваться абсолютно согласен но вот мне например лично мне английский очень помог то есть я могу совершенно спокойно себя чувствую там вот так как у нас там международные вот всякие фестивальные дела совершенно спокойно общаюсь ну а вам вот естественно немножко мы в сторону шли но тем не менее интересно вот английский для вас он расширил горизонт то есть конечно конечно у меня была работа правда к сожалению всего одна но она была на английском языке и это мне помогло как раз знание английского языка мне помогло что меня взяли в этот в этот проект это было дневники красной туфельки плейбой был сериал свое время вот расскажите кстати но это немножко перепрыгиваю тем не менее как вот просто любопытно как вы туда то есть как это все происходило как звонят ассистенты приглашают на пробы но там сначала там у нас был в этом проекте было несколько этапов и там было как раз именно важно знать чтобы артистка знала английский язык так вот и я приехала на встречу сначала это была по моему была русская продакшн и просто там что-то дали текст я прочитала там как-то так ничего особенного потом через некоторое время меня опять вызывают на пробу и говорят что приехали уже по моему какой-то из продюсеров и уже такие пробы парные и вот парные пробы проходили а потом мне позвонили сказать что меня утвердили потом мне прислали сценарий я его прочитала сказал нет я не буду сниматься так это порнография я не могу я молодая мать мне стыдно на что мне сказать да перестаньте такая красивая история году как куда же вы вообще сценарий то читали что там вообще подождите а какой вам сценарий прислали я говорю вот такой-то ой мы ошиблись он мы совсем другой сценарий вам хотим там такая красивая история в космосе про двух космонавтов украинскую космонавтку и американцы действительно очень красивая романтичная история но я все равно отказалась нет я молодая мать я не могу сниматься в ротике кто мне позвонил режиссер сказал даша я вам обещаю на английском с ним разговариваю дальше я вам обещаю что вы ни разу не пожалеете это будет очень красиво это будет очень достойно вам будет комфортно мы создадим все условия и он оказался прав ну и в общем я подумала что раз мне меня режиссер уговаривает я столько раз отказалась я думаю нет я должна согласиться и это было так мне было очень комфортно на площадке и я заработала по тем временам баснословные деньги у меня съемочный день стоил тогда 300 долларов это был две тысячи пятый или шестой год наверное это очень большие деньги снимали в ялте и прекрасных там 55 до 5 съемочных дней и все я отснялась и забыла про эту историю потом года через полтора наверное я собиралась дочка ехать на каникулы в турцию я девушка основательная тем более у меня маленький ребенок тогда я список что-то надо с собой брать и работает фоном телевизор телевизор я что-то с этим списком краем глаза смотрю в таком немножко в мыле вот так смотрю думаю ой а это же я лицо знакомо что это так ой это же вот этот проект я его там ну практически с самого начала застала я посмотрела и действительно все там были конечно планы где я была обнаженная но это было как-то так так снято алексей родионов был оператором постановщиком прекрасный оператор это было так красиво и такой и такие ракурсы что там вообще не пошло ни разу и потом я смотрю что меня не переозвучили потом я сообразил почему все таки украинской космонавтка который говорит на английском языке это было так так мило вот какое-то слово такое правильное такие у меня были красивые крупные планы в общем а команда была русская команда была международная международная да международная команда там были и американцы и израильтяне и молдаване и украинцы и русские партнера у меня был русский парень модель тогда он работал в модельном бизнесе но я точно говоря думаю что это международная была команда хотел спросить есть ли отличие работы международной команде ну конечно конечно основные основной продакшен международный поэтому там все очень четко четко вот есть отличие какие-то нежные а вот расскажите просто интересно но там все жестко следует таймингу у нас тайминг это просто на бумажке написано конечно есть группы которые стараются придерживаться тайминга но это скорее исключение из правил потому что как правило но есть тайминг ну и ну аж ну не получается у нас у нас там еще какие-то иногда это иногда это действительно оправданно там когда сложные объекты или сложные постановочные съемки конечно ты выбиваешься из графика но мне кажется что этому этому надо следовать что я еще знаю я застала когда сама работала по ту сторону камеры в группе вот я как раз сказал да расскажите и я работала хлопушкой со знанием английского языка и помощником режиссера я застала времена когда это было но когда случайного человека вообще на площадке не было вообще то есть ассистент реквизита реквизитора это был человек который учился на это там я не буду врать какие вузы он просто просто это был его этап он по идее потом должен был стать постановщиком реквизитором постановщика гримеры то же самое это просто был был художник гример картина и были его помощницы там или ее помощницы но это были люди не с улицы это были люди которые этому учились то же самое со святительским цехом то же самое с операторским цехом это вообще мега важная история я туда попала меня не хотели брать потому что была очень сложная картина с огромное количество массовки с экспедициями зимой и летом и меня не хотели туда брать но увидев когда девчонки второй режиссер увидела мое рвение и то что я в первый же день начала работать и мне там и потом на следующие дни мне было поручено найти инвалидов для картины и я не никто не сказал как это делать я стала думать а как я могу где я могу найти инвалидов стал думать что есть там уже стал смотреть по справочникам я уже не помню по интернету понятно что еще этого не было ничего конечно стала смотреть что он у нас есть институт где делают протезы он был по моему нам не зависит на волоколамском шоссе уже практически около мката я помню я поехала туда мне пришла в регистратуру а у меня был пропуск уже что я работаю на мосфильме и я сказала что я вот такая 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 я ассистентка александровича меты у нас такая-то картина там военные годы концлагере нам нужно несколько актеров которые бы сыграли ну то есть нам нужно несколько инвалидов там было очень сложные у меня заданием нужен был парень без одной ноги молодой нужен был человек который бы сыграл дирижера но у которого ампутированные руки и ампутированные руки абсолютно определенным образом которые делали вот только тогда после войны все у него такие две клешни и нужен был такой нужен был дядька без ног и в общем не дали корт дали телефоны адреса дальше я поехала по этим инвалидам это тяжелая история когда девочка в 17 лет видит как живут эти люди когда еще в девяностом восемьдесят девятом году это тяжелая история я это сделала и в результате снимались ребята и вот молодой парнишка который сыграл там такой фильм назывался затерянный в сибири к сожалению там какие-то терки между продюсерами на нашими американскими и с правами никак не разберутся поэтому он прошел тогда прям один или два раза какой то вообще его мало кто знает фильм очень хороший и парень снялся молодой парнишка мой ровесник тогда был ему было 17 тогда лет на тот момент у него какая-то драма трагическая история произошла почему он остался без ноги совершенно там какой-то случай был но и в результате продюсер с американской стороны ему так понравился парень что они ему потом сделали протез такой нормального не деревянный как у нас были который пристегивался такой ой я плохо разбираюсь в терминах да не могу назвать но современный к которому можно когда привыкаешь можно нормально ходить то есть вы даже можно сказать помогли да да а то есть получается вы проявили такой ну смекалку характер характер у вас такое наверное семейное я просто в одном из интервью то ли услышал то ли прочитал когда готовился что у вас прабабушка что там с немцами какая-то была история прабабушка попала в плен с сыном моей бабушки моей бабушки младший брат и они оказались в плену слава богу это был не концлагере а это было как такое поселение у меня бабушка прабабушка хорошо готовила хорошо шила и она оказалась в доме у немца и готовила то есть помогала получается помогала по хозяйству и там была как бабушка мне уже рассказывала там была какая-то история такая на нее наехала какая-то другая женщина там она готовила она взяла там была кастрюля с кипятком взяла на нее вылила и ничего за это не перепало ничего в общем потом их освободили и все хорошо то есть они войну пережили прадед у меня войну не пережил он работал в нквд в киевском водителем и кто-то на него стуканул и его расстреляли вот а бабушка прабабушка а вы застали да прабабушка я застала да а ну то есть вас вот когда вы не поступили с первого раза то есть вот этот характер вы как бы не оставили эту идею с поступлением нет не оставили потому что я буду на следующий год поступать но не получилось в этом году хотя я конечно я очень переживала на тот год прям ужасно переживала и подумала что видимо это все не знаю что делать жизнь закончилась это случай что я попала на мосфильм просто случай а вот интересно и мы всегда тут уже сбеседуем с гостями интересно я вот слушаю действительно иногда один какой-то момент просто меняет да мы дружили я дружила с сыном василь с сыном аркаде арканова василием арканов да он тогда учился в мгу по моему на факультете журналистики наши родители общались ну и мы как-то вот он мне звонит и говорит ну что как у тебя мы примерно одного возраста антон чуть постарше я говорю ну как все все плохо я не поступил в институт все ужасно слушай ну так иди по работе переводчицы куда будет мета сейчас запускает картину я знаю что ему нужен хлопушка со знанием английского языка иди туда английский потому что там потому что это была первая корпоративная картина совместная вообще в нашей стране все вот вообще первое с очень большими зарплатами как потом выяснилось и вот тебе телефон ассистентки вот тебе телефон меты я звоню мет те александр аумович здравствуйте меня зовут даша вот мне ваш телефон дал вася арканов я знаю что вас тут вот вам телефон моей помощницы оля оля здравствуйте меня зовут даша я там такая-то такая-то я знаю что она говорит ну приходите такого-то числа на мосфильм 333 комната производственный цех хорошо буду я приезжаю вот в назначенный день где-то за полчаса наверное я помню как я подхожу к мосфильму вот это то о чем я мечтаю это здание мосфильма о котором я мечтаю здесь оказаться и так трепетно так это было и я захожу в бюро пропусков даю паспорт вот 333 комната производственный цех это как называется картина я не знаю но а телефон у вас есть группы игры нет вспомните может быть нет у меня ничего нет поэтому вас не можем пропустить потому что нам нужна заявка ну подождите ну вот оля колымова 333 комната александр аумович мета картина значит производственный цех девушка мы вас не можем пропустить ну извините пожалуйста звоните выясняйте все не задерживать меня не пропустили я так иду вдоль мосфильма вдоль забора думаю ну короче дошла я до угла смотрел на забор перелезла через забор и ровно в 15 00 я постучалась в дверь 333 комната потом та самая оля уже когда я начала работать уже я прошла испытательный период мне рассказала что я специально ничего не стала говорить какая картина и что потому что у нас я очень сложный проект какая-то там школьница придет ну что эта школьница может вообще но когда ты постучала ровно в три часа когда ты же в первый день там что-то уже начала делать начала работать ну и так дальше я отработала целый год и потом поступала уже поступала уже через год в институт опять и проходила прослушание и уже ездила опять была экспедиция в ярославль и я уже ездила там туда-сюда мне уже так немножечко отпустили а так весь год прямо с производственного периода съемочный период вот только монтажной тонировочной меня уже не было потому что я поступила уже учебу уже поступил в институт а получается где уже с 94 года да по моему вы уже служили в театре вы до сих пор да театре имени маяковского а вот расскажите вообще вот ну как как вы туда попали как и вот тоже смешно что там театральные вот это все ну расскажите интересно очень как это тоже смешно у нас руководитель курса был владимир владимирович иванов ну во первых я вообще сначала учился на другом курсе тогда в девяностом году юрий петрович любимов набрал курс я к нему попала но потом через в середине второго курса я ушла с курса потому что начался конфликт в театре на таганке моей маме по касательной досталось потому что мама выбрала сторону николай николаевич губенко и юрий петрович любимов дело у нас на курсе распределение ролей он хотел омолодить спектакль добрый человек из сезона у нас было 28 человек студентов 20 артистов 8 режиссер получили все роли все кроме меня все получили роли все режиссер и все артисты я подумала что мне нечего тут ловить я должна что-то делать я перешла на параллельный курс в щуку владимир владимирович иванова вместе со мной ушло еще три человека в общем четверо нас было нас называли группа четырех и когда четвертый курс и надо отдать должное владимир владимирович он организовал показы очень многих столичных театрах у нас были показы прям ходили мы показывались у меня везде были до показа до показа до показа до показа до показа вот расскажите вот ты приходишь вот приходит курс вы играете отрывки и потом вам говорят значит результат этого берем а вот этого хотим еще посмотреть не уверен а других вообще не упоминают вот у меня было три до показа помимо вот этих показов три до показа театр сфера блинком и современник современник тоже вообще ничего хорошего то есть меня никто с ногами и руками не оторвал и в щуке высшем театре сейчас называется институт имени бориса васильевича щукина где я училась был проректор по учебной работе петр глебович попов который как ко мне так тепло относился и он на тот момент помогал андрею санычу гончарову художественного руководителя театра маяковского с книгой там занимался редакторой книги он меня спрашивал что как у тебя с показами да все плохо петр глебович никому и не нужна у меня везде до показы это ты маяковка не рассматривала как ее рассматривать когда у нас там параллельный курс выпускается с нами гончарова он вообще не организовывает показа у себя потому что ему это не надо готов подожди я попробую него спросить и он видимо спросила и тот сказал что ну давайте я ее посмотрю это было лето я тогда подрабатывала на выставке в экспоцентре была выставка международная я работала переводчицей было три дня и в один из этих дней мне говорят что у меня показ в театре маяковского гончарова только только в определенный день потому что в тот период театр маяковского был на гастролях в прибалтике а в москве в один из дней должны были выручать премию хрустальный турандот и за вклад в искусство должен был получить премию гончаров и он вот на этот один день приезжал в москву с гастроли и потом типа на следующий же день он уезжал обратно то есть у меня вариантов не было я попросила свою одноклассницу с которой мы работали на этой выставке я ее туда позвала и попросила прикрой меня у меня нету вариантов не надо показаться гончарову как ну хорошо я своим с моим партнером которого уже взяли в современник мы приезжаем в театр у меня такой мы показывали с ним отрывок из пигмалиона один из вариантов у нас был отрывок из спектакля пигмалиона он играл хиггинс и я и лизу доли то у меня было очень красиво такое бархатное синее платье с декольте еще тогда были длинные волосы такой в пол по фигуре такой прям очень я переоделась и мы в втором в первом репзале уже в маяковке волнуемся с сашкой все вдруг приходит помощник гончарова он говорит вы знаете гончаров что-то не в настроении смотреть он хочет поговорить сначала я думаю ну все опять фигня в общем опять мне не везет ну хорошо сейчас я переоденусь он говорит да нет не переодевайтесь идите прямо так и я пошла к нему в кабинет я думаю что это тоже сыграло на то что я думаю что он несколько обалдел что в дверь вошел вошла девушка там не в чем-то повседневном а уже в костюме готовы готовы он тогда с интересом посмотрел усадил меня он говорит ну расскажите откуда вы что вы кто вы я начну рассказала что я вот выпускница щукинского училища такой-то художественный руководитель говорит ну а куда вы еще показывались туда-то туда-то и что гнот что-то я считаю что мне не везет мне где-то да пока ну ладно идите и дал понять что он сейчас будет нас смотреть мы поднялись в липзал и пришло человек восемь наверное был гончаров был была литературная часть два человека был лаза в труппой был директор театра был еще его помощник в общем весь топ-менеджмент хорошее слово топ-менеджмент театра маяковского был мы сыграли андрея Александровичу все что у меня было он как то ли он был в хорошем настроении я думаю что он был в хорошем настроении потому что вечером мы должны были выручить награду и вот все отрывки какие у нас были а что еще а что еще мы по-моему сыграли три отрывка ему разных потом он говорит вы поете пою ну спойте я спела вы танцуете танцую сейчас у меня еще попросят танцевать что я тут буду под что я буду танцевать ну выйдите мы выходим а он спросил вы москвичка москвичка замужем замужем у вас Сашка так меня прям обнимает я говорю Саша что он говорит ничего ничего говорить не буду а он в прошлом году помогал девчонке одной показываться в театр маяковского и потом он мне сказал что когда говорит выйдите хороший знак он же потом буквально минуту мы как-то очень там коротко ждали нас зовут мы заходим он говорит ну считайте что вам повезло я вас беру таким образом меня взяли в театр маяковского это тоже такой прям щедрый случай вы почувствовали себя счастье ой я была очень счастлива это был вот один из счастливых дней моей жизни да я потому что я вообще не ожидала потому что это были такие качели от вообще невозможности попасть потому что я работаю и меня не отпустят и оказаться там и потом когда нет я не хочу смотреть давайте пообщаемся и потом все равно он пошел и он еще меня и взял это был вот такой у меня был день вот по этой по синусоиде или как по параболе не знаю и это это было большое счастье для меня и большая удача и сразу уже считает был отпуск уже в июне месяц он меня взял а с сентября театр открылся я начала работать сразу все массовки начала репетировать спектакль который на которого меня взял на главную роль спектакль как вам это полюбиться у него назвал так у шекспира это пьес шекспира это назвалось как вам это понравится да но мы уже не сразу главную роль дали сначала он мне дал главную роль так и он меня на нее взял на розалинду так потом начались репетиции а мы же такие розы все после института а гончаров был слово неистовый вот о нем говорят неистовый и он был еще изверг вот изверг ну то есть как он конечно не мучил вот в буквальном смысле этого слова и потом я уже потом уже когда я чуть-чуть приноровилась к нему и уже я понимала что это такое что это его за манера так он он очень сильно кричал он был очень сильно возбужден он требовал сразу результата сразу и при этом а поскольку это происходило все очень громко тебе сразу страшно и ты не понимаешь что от тебя хотят ты не можешь услышать что потому что тебе очень страшно и поэтому мне вот от этого страха у меня ничего не получалось он меня понизил значит на роль вторую женскую роль и я четыре года внутри с половиной просидела значит во второй вот этой женской роли и смотрела как на моем меняются роза линды новая роза линда не справилась еще одна не справилась я не вру артисток 25 было нашел артистку все мы выходим на большую сцену господи неужели мы выпустим этот спектакль четыре года мы его репетируем а ребята на курсе его начали еще на первом курсе мой партнер сашка макагон он его восемь лет репетирует восемь лет четыре года это вообще тоже это мрак все значит театр перекрестился наконец-то этот долгострой обретет жизнь выясняется что главная артистка беременная и у нее проблемы ей надо ложиться на сохранение то есть у нее выбор либо выпускать главную роль спектакль театром имени маяковского либо рожать ребенка она выбирает рожать ребенка для гончарова это был сильным сильным ударом опять кастинги на эту роль и приходит очередная артистка и показ какой-то показ гончарова репетиция в большом зале гончарова там еще сидят какие-то студенты пришли посмотреть на мастера и вот мы репетируем а артистка оказывается не очень готова по каким-то объективным причинам и я подсказываю на сцене где тут она там это а он злится же он устал сам устал и он хочет выпустить потому что он понимает что это наверное его такая ну лебединая песня он никогда не не работал с шекспиром это очень молодежный спектакль то есть там не было метров на которых вот прям очень такой проект был сложный для него и амбициозный и он злится и мне кричит да почему там что вы не готовы да я не готова потому что там то 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 и на меня он срывается а вы что ей подсказываете вы что все знаете я говорю я вот да знаете играйте да пожалуйста я беру играю за ее роль свою роль прям там у нас сцена была я говорил за нее текст за себя текст потом значит мы сыграли эту сцену в зале раздались аплодисменты он сказал ну вот ну вот же вот и я выпустил этот спектакль мы поменялись с той артисткой местами и я выпустил этот спектакль и играли мы его достаточно долго почти восемь лет он пользовался популярностью молодежи дочь моя вообще говорит что это ее любимый спектакль из всего того что она видела с моим участием то есть я тогда поняла что это мой шанс что либо сейчас либо никогда но я еще тоже я я так устала и я так была на него обижена и мне так было обидно но при этом когда он меня не трогал я следила чем хочет и я понимала что ему надо вы как раз наблюдали да я наблюдала спокойно спокойно наблюдал но это тоже это я сейчас так легко говорю к а вот так четыре года в этом жить в таком состоянии это очень тяжело но я не знаю я я не понимаю что это я там потом анализировала то ли я как-то для себя решила что я должна это вот что это к чему-то придет и я должна вот этот путь выдержать больше уйти у меня всегда так уйти отказаться это самое самое простое а вот все равно двигаться вперед и посмотреть а что там оно будет куда это приведет все таки все это я такая обладаю хорошим качеством для артистов я терпеливая а это был один из его последних да спектакль предпоследний он потом восстановил дети ванюшина новую редакцию сделал его такой хит который был шестидесятых годах он и вот дети ванюшина был его последний но это дети ванюшина было все-таки восстановление а вот с нуля это был его последний как он это полюбится выстраданы во всех смыслах да получается у вас был спектакль а вот скажите вот вы на сцену выходите уже сколько здесь девяносто четвертого года вот знаете как говорят там говорили телевидение театру бьет потом говорим там кино театру бьет коронавирус театру бьет теперь это мы отдельно да а вот вообще публика тикток театру бьет а вот публика за все это время вот поменялась как-то или это вот как вот вы ощущаете все интересно просто шесток ну когда я пришла в театр то у нас зачастую артистов на сцене было больше чем публики в зале примерно как сейчас то есть тогда денег у людей не было совсем и никто не ходил в театр ходили только но на какие-то очень громкие фамилии гундарева жигарханян лазарев немаляева то есть такие прям на которых денег не жалко на наш спектакль сначала ходили очень мало потому что вообще молодые потом сарафан сработал и публика начала ходить и и зрители были очень какие-то скованные что ли зажатым можно сказать потому что но это такие переломные периоды в стране они понятно что они на всех сказывались потом потихонечку когда были жирные времена в нашей стране были появились люди стали зарабатывать и люди стали ходить в театр и это было действительно очень круто висели на люстрах а у нас было 1200 мест зал и когда ты смотришь в зал а он черный потому что там люди и эта толпа 1200 человек на тебя смотрят и ты это как ну это очень мощно это очень мощно и публика очень благодарна вообще театр и театр маяковского своя отдельная публика очень у нас есть любители именно нашего театра которые ходят там постоянно которые обожают вот артистов определенных и ходят как только новые спектакли с ним идут потом сейчас третий период который застает когда мы играем на 25 процентов но это 20 25 процентов которые иногда заменяют и полный зал они так нам благодарны они так благодарны себе что они не испугались пошли они так благодарны нам что мы работаем они же понимают что нам ну наверное на 25 процентов играть несколько не так как на полный зал как на те же 50 процентов но они нам очень очень благодарны и мы им благодарны для меня это там спокойно потому что ну блин ну что что я могу сделать я суть ничего не могу сделать они хотят они заплатили деньги из того что у них осталось у людей и они конечно хотят получить по полной и поэтому мы должны работать на на сто процентов безусловно несмотря на количество народу в зале вот просто беседовали как раз вообще что сейчас делать театром то в этой ситуации потому что безвыходная какая-то и сколько она продлится непонятно вообще частные театры вообще закрывают помимо театра маяковского я работаю еще в театре чехова и театр чехова приостановил сейчас свою работу потому что 25 процентов это в убыток даже потому что платить аренду платить зарплату и это вообще не выгодно и они приостановили свою работу до лучших времен государственным театром легче потому что нам все равно платит зарплату ну да по большому счету нам все равно играть так или так потому что нам платит зарплату конечно театр меньше зарабатывать но все равно государство помогает чему мы так все держимся за репертуарный театр как только репертуарный театр закончится на этом закончится ну наверное процентов много театров Потому что есть и спектакли, на которые не очень хорошо ходят. И тогда с экономической точки зрения их невыгодно играть. Но так как государство помогает, театр может себе позволить играть эти спектакли. А вот новые формы. Мы буквально неделю назад здесь, на этом месте, беседовали с режиссером Игорем Неведровым. Это режиссер театра Виктюка. И он рассказал, мы тоже беседовали на тему этого вируса. И они сделали такой онлайн-спектакль. То есть они взяли пьесу «Первое время чумы» и сделали онлайн. И сделали они онлайн, и он говорит, полная ерунда получилась. Потому что нет вот этой связи со зрителем. Потому что онлайн надо делать так, как в свое время делали телеспектакли. Тогда это сработает. А ставить камеру просто общий план из зала это не работает. Потому что раньше наверняка видели телеспектакли. Это очень интересно. И ты действительно... Ну, снимают как кино. А несколько дублей, несколько камер стоит, крупный, средний, общий. И потом монтирует, потом получается телевизионный спектакль. Кино. А так, конечно, если такими же методами снимать, тогда это имеет место быть. А вы считаете, что театр должен быть только в театре? Не может быть он, грубо говоря, онлайн. Но если придумают такой онлайн, что это будет так же круто, как кино, что кино, тебе эмоции передаются. Ну, согласитесь. Когда ты смотришь спектакль онлайн, во всех случаях, то, что я видела, мне они не передаются. Телеспектаклям не передаются эмоции. Не передаются? Передаются. Передаются, да? То есть это надо опять придумать, как это сделать. Как это сделать, и какая в этом тоже экономика должна быть. То есть вопрос технологии, по сути. Технологии, я думаю, да. А вот вопрос о кино. Я, собственно, говорил, что у нас кинофестиваль, короткомитражных фильмов. Для чего вообще мы его так сделали? В широком смысле. По моим подсчетам, снимаются в мире, не знаю, 10 тысяч, может быть, короткомитражных фильмов всех жанров. Игровые, и документальные, и анимационные. И среди них, конечно, 95% это просто пробы пера, но 5% действительно люди просто суперталантливые делают. Они просто из воздуха создают действительно шедевры. Они приходят, и мы людям показываем, и здесь просто вот, ну, ура, люди принимают. Вот вы смотрите короткомитражный фильм? Да, смотрю, мне нравится. Нравится. А какие, на наши или... Ну, наши в основном, и в основном на фестивале, потому что у нас кинотавр сделал уже несколько лет конкурс короткомитражного метра. Есть фестиваль Короче, который в Калининграде. И был еще фестиваль был в Иваново. И там с удовольствием смотрю короткий метр, потому что мне еще больше интересно, как за там 7, 10, 15, 20 минут можно вместить историю. Да. Вот как. И у кого получается, а у кого нет. А вы считаете перспективную вообще как вот тему? Нет. Короткомитражное кино? Нет. Так, расскажите. А как? А экономика какая? Как люди, которые дают деньги на короткий метр, как они на нем заработают? Ну, как правило, как правило. Люди снимают за свой счет, либо это там... Правильно, но тоже экономика. Если это мои последние там 100 тысяч, ну-ка, я не буду на это снимать. Ну, то есть вы считаете, что этот жанр, он такой между собойчик, условно говоря, да? Пока, во всяком случае. У меня просто удивительно. Я присылают фильмы. Вот там пришел, например, фильм из Израиля. Могу потом показать, если интересно, 15 минут. Он без диалогов. Просто оторваться невозможно. Он такой красивый. Я, значит, смотрю бюджет. 100 тысяч долларов. Я думаю, 100 тысяч долларов. Откуда? И 15 минут. Потрясающе просто. Мы тоже показывали, люди-то очень сильно благодарили. Ну, вот человек где-то нашел. Я думаю, что он, конечно, не заработал. Ну, на Комик-Коне он там в Сан-Диего получил что-то, еще что-то. Но вот все-таки... Ну, вот я сейчас искала деньги на короткий метр. Думала стать сопродюсером. Так. Меня не нашла. Ну, очень не окупится, да? Наверное, никогда. Ну, конечно, нет. То есть есть там некоторые компании, ну, вот мы опоздали, там одна компания делает питчинги коротких метров. Ну, примерно, как в Министерстве культуры. И тот, кто выигрывает, они, поскольку это большая производственная компания, у них есть какой-то свой бюджет, и они могут себе позволить дать деньги на короткий метр. Так. Ну, я пыталась, там, пыталась найти. Во-первых, денег нету у людей лишних таких, чтобы... Ну, просто это же в трубу. Ну, в целом, наверное, да. Не наверное, а точно. Нет рынка, потому что на Западе фильмы... Я просто смотрю, как бы, титры, я вижу там компании, какие-то крупные, спонсируют эти фильмы, то есть они указаны там в титрах. Кто может спонсировать, кому-то хочется, кому-то понравился сценарий, но это про творчество. Короткий метр это про творчество, это не про заработок. Ну, а, конечно, продюсеры заточены на то, чтобы заработать, а не подарить. Безусловно, да, конечно. То есть меценатство в нашей стране... Хотя есть несколько человек, громкие бизнесмены, которые стали меценатами и которых в нашем кругу прям боготворят. А вы считаете, нужно поддерживать короткий метр? Часто для людей это же вот... Это старт, во-первых. Конечно, нужно. Если бы у нас была какая-то вот какая-то такая организация, которая помогала бы снимать людям короткий метр, это было бы очень здорово. Потому что, например, я подавалась в прошлом году в Министерство культуры как режиссер-дебютант с проектом. Но короткого метра у меня нет. И в принципе спрашивают, а есть ли у вас короткий метр? То есть этот короткий метр ты уже можешь показать что-то, что ты уже сделал. И они могут посмотреть и там сказать, да, вот она, может быть, что-то у нее и получится. Или нет. Вот это нет. Вряд ли у нее что-то получится. Ну, то есть это уже какой-то материал, который ты можешь предоставить свою защиту. но вот у меня пока нет таких свободных денег на короткий метр. У меня пока нет возможности снять самой. Я вот думаю, может сложиться, как-то звезды как-то сложатся, что вдруг раз, и как-то эта история сложится, что найдутся деньги, можно будет снять его. А вы хотите как режиссер или как субпродюсер, продюсер, как креативный продюсер? Есть хороший короткий метр, где мне нравится материал, я бы там сыграла роль. Мне очень нравится. И я хотела помочь спродюсировать, быть там еще и субпродюсером. Вот пока это не получилось. Потом у меня есть сценарий короткого метра, которым я уже несколько лет его хочу снять как режиссер, но он очень дорогой. И на него денег тоже нет. Это по Набокову. Это там такая история, которой я прям много лет болею и ужасно ее хочу. каким-то образом осуществить. По рассказу Набокова. А так мне хочется попробовать себя. Это ради искусства, то есть не ради, естественно. Даже если вы снимете. Ну нет, конечно. Только ради искусства. Да. Если вам там сегодня, завтра позвонит студент, третий курс, третьего в курсе. С удовольствием снимусь у него в коротком метре. Если мне понравится материал. Да, вот. Какие критерии должны быть? Материал. Материал, да? Материал, да. Ну, то есть вы не будете, не откажете. Хотя бы даже посмотреть. Есть хороший материал? Да. Нет. Потому что часто мне кажется, ну, я в всяком случае студентом, вот такие актрисы, блин, было бы здорово. Да пусть они попробуют. Они же не пробуют. Не пробуют? Ну, мне, по-моему... Так. Нет, я снимала, по-моему, в двух коротких метрах. Я нашел только вот один, 1994 год. А, в двух. Санске зеркало. Ну, это все, что... Это, во-первых, не короткий метр. Это был... Не короткий метр. Это был фильм, по-моему, 40 или 45 минут. Он был такой неполноценный. Это был на Мосфильме студия «Дебют», по-моему. Вот была студия «Дебют». Сейчас, по-моему, это студия «Дебют». Нету. А тогда там режиссеры как раз, видимо, вот в этой студии «Дебют» был какой-то бюджет. И они... Был какой-то, видимо, конкурс. И на какие-то проекты давали деньги. Сейчас, по-моему, эта студия «Дебют» не существует. Я снималась несколько лет назад в коротком метре. И, да, ну, где-то 3 или 4 коротких метра у меня было. Для удовольствия, может быть? Для удовольствия, да. То есть вы реально можете, любопытно, пойти, вот сняться не там, не для заработка, для удовольствия. Ну, я же понимаю, что денег нету на коротких метрах. Да, как часто. Чаще всего их нет. Их нету. То есть даже если есть деньги, то люди тратят на производство. Ну, может быть, там могут, ну, чисто, потому что любое время должно быть оплачиваемо, ну, чисто символически. Ну, да, да. Чисто вот вам что, вы согласились. Слушайте, это очень прям... Надо... Я вот сейчас обращаюсь к нашим зрителям, которые смотрят нас сейчас. Вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Да, ну, попытка не пытка, в конце концов. Это правда, потому что, вот, например, Виктор Сухороков довольно... Я вот его довольно часто вижу в российских фильмах. Он вот как-то спокойно совершенно относится. И вот Игорь Неведров, который у нас был, вот он рассказывал, он ему позвонил, а тот ему перезвонил на следующий день, сказал, ну, конечно, у тебя фильм артхаусный, но я согласен, потому что мне нравится сценарий. Ну, так артисты, так любой артист, когда ему нравится сценарий, то все остальное уходит на второй план. Да. Иногда бывают, такие фильмы попадаются, что просто они фору дадут полные методы. Да, конечно. Конечно. Вот, поэтому... И вот вообще, вот как вот стать, как вы считаете, даже как стать вот знаменитым артистом, знаменитым женщином? Сколько талантливых людей, но знаменитых, это действительно известно. Случай. Это все случай. К сожалению. Но без большой... Вот без работы постоянной тоже, наверное, не то. А ты при этом должен работать. То есть тебе плохо, ты хочешь быть знаменитым, но ты пока не знаменит, но ты не должен опускать руки, потому что может быть вот этот его величество случай постучится в твою дверь, а может быть и не постучится. Как вы тогда? Постучались, да, в окно? В дверь. Не в окно, в дверь. В окно в дверь. А если бы тогда... К сожалению, к сожалению, в нашей профессии от таланта, от артиста самого мало что зависит. Уже, конечно, когда ты там наработал, уже заработал имя, уже может имя работать на тебя, но на старте это вот должен случай, когда тебя там ассистент, как ты где-то тебя увидел, привел, и ты как-то попал вот в эту самую роль, и режиссер почувствовал, что вот это как раз что-то это как раз тот человек-артист, который мне нужен. Ну, то есть это вот случай. Это случай, потому что, конечно, артистов огромное количество по всей стране. Артистов, которые знают, в разы меньше. Ну, то есть иногда... Ну, все-таки работа, 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 и случай, который может все, да... Да, который может все перевернуть. Вот современные вот эти реалии, как вы относитесь к тому, что сейчас каждый сам себе режиссер. Вот телефон достал, и ты уже режиссер, и пожалуйста, термихист. Почему нет? Ну, то есть вы... Часто, я просто наблюдаю, там тот же ТикТок, там люди как-то, вот у них есть какие-то попытки, но это все так, на мой взгляд, А кому-то нравится, вы понимаете? О каком количестве людей нравится. Да, на цвет и вкус. Вот что называется. Я вот сижу и думаю, а может мы уже так... Может это какой-то новый... Новый. Новый формат. Я его лично не понимаю. Я смотрю... У нас другие мозги, мы на другом выросли, воспитались, у нас какие-то другие ценности в смысле того, что нам нравится. Вот что им нравится, 16-летним, мы думаем, а как это может нравиться вообще? А как? Мы другие. Это да, проблема отцов и детей, обычная история. Да, обычная история, но просто любопытно, к чему это дальше, в общем, приведет все эти ТикТоки и прочее. Потому что, на мой взгляд, смотришь, это, конечно, что-то очень примитивное. С одной стороны, вы знаете, как я зарегистрировалась в ТикТоке не так давно. Знаете, сколько там технических есть приколов? Видел, видел. Какое количество? И если у тебя есть желание, время, какую-то внутреннюю потребность это делать, то тебя это затягивает просто как воронка какая-то. Потому что это очень круто. Ты снимаешь там какие-то превращения, думаешь, блин, а это круто. То есть, когда вот ты начинаешь использовать эти технические возможности этой платформы, ну, ты думаешь, а что еще? А что вы еще придумали? А что еще попробовать? Ну, маркетинг, в общем, это, вот это вот затягивает. Ну, то есть, будущее все-таки, так или иначе, оно и за этим. То есть, вот эти дети, которые сейчас, они впоследствии станут, наверное, да, звездами. Ну, я думаю, что они уже, они перерастут в ТикТок. Перерастут. Ну, я думаю, да. Потому что уже станут там какими-нибудь другими, не знаю кем, супер-пупер-блогерами. Интересно. Я просто говорю, знаете, это просто, ну, не знаю, если я хотел бы быть, не знаю, артистом, вот какая у меня была возможность, не знаю, в 90-е, ну, куда пойти в театр, может быть, в кино попроситься, ну, там, не знаю, на телевидении, все, точка, куда я могу пойти. А сейчас у них вот технология дает возможность просто да, дает возможность узнать о тебе. Самореализоваться. Вот самореализоваться, да, но это же труд, вы понимаете? Труд, да. Я с уважением к этим ребятам отношусь, потому что я сама веду блог и там в Инстаграм. Это очень трудно. Трудно. Это занимает время, это занимает твою голову, мысли, тебе нужно все время генерировать идеи. Да, да. Тебе нужно все время делать контент, тебе нужно как-то там присутствовать. Иногда мне прям плохо, потому что я понимаю, что я перестала читать, потому что мне надо зайти в этот телефон и посмотреть. То есть, это, с одной стороны, тоже и зависимость, но, с другой стороны, это артист сейчас должен и это делать. Абсолютно верно. И это делать. Потому что зачастую, приглашая там в один или в другой проект, продюсеры, в том числе, ориентируются на твою активность в социальных сетях. Так. По такой логике, что если у тебя есть аудитория, она тебя любит, значит, она за тобой пойдет и туда. Так. И ты, если выложишь там какую-то рекламу какого-то проекта, значит, вот эта твоя аудитория пойдет, либо заплатит какие-то денежки и закачает это себе с платформы, либо пойдет, купит билет и пойдет в театр или в кино. Логика, в принципе, нормальная. И вы во всех соцсетях представлена? Я представлена, да, в Инстаграм, и теперь в ТикТок, но не во всех. И в Фейсбук, ну, Твиттер еще, но там я, в Фейсбук я уже давно так просто иногда ленту почитываю, ничего уже там не пишу. Он какой-то стал очень политизированным. Ну, Фейсбук. Фейсбук. А, в ТикТоке вы что-то выкладываете? Выкладываю, да. Я совсем недавно там оказалась, я такой новичок ТикТока. Так. Ну, я пока очень спокойна. Вы прям, у вас есть уже какие-то фолловеры? Есть там какие-то фолловеры, да. Слушайте, как интересно. Я сейчас закончу. Я посмотрю фантаж старый. Возможно. Невозможно. Их просто хорошее количество. Нет, я держалась от этого ТикТока, держалась до последнего, держалась, держалась. Потом я сказала, что надо. Надо, надо. Надо. Вот я, кстати, вот с кем беседую, и говорю, нет, ТикТок это плохо. Ну, а как? Ну, там же, там. Нет, говорят, что будущее за ним, потому что сейчас он так не очень раскручен в плане рекламы, но говорят, что когда его раскрутят, то Инстаграм отойдет на второй план, будущее за ТикТок. Ну, и поскольку она такая вообще ни к чему не обязывающая платформа, вообще ни к чему, то народ там себе позволяет, ну, какие-то такие вещи, которые вдруг потом бац, и что-то там выстреливают. Там есть талантливые, я видел, там есть талантливые, есть смешные, есть такие оригинальные. Есть, есть. Но это надо еще там найти. Искать, сидеть. это время нужно, конечно, много. Но видите, новые формы рождаются. Я, кстати, думаю, что вот к этим новым, так сказать, платформам, вот наш профессиональный взгляд, он им необходим, потому что если мы туда все придем, все-таки мы немножко поднимем, мне кажется, не знаю, не знаю, не знаю, нет, мне кажется, что там уже есть свои законы, по которым ты, если туда заходишь, ты должен жить по их законам. Не примет, да? Нет, 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 там вот этого не нужно. Там надо что-то очень, очень лайтовое, очень лайтовое, очень такое, отвязное, веселое, а вот это все какие-то там... Не, не, не. Не нужны им наши, не нужны, не нужны, не нужны абсолютно. Интересно, да, какие у вас вот сейчас, театр, да, сейчас не самые лучшие времена, вот что дальше, как вы, что вы хотите? ВОНОМ ПРОЕКТЕ, мы люди суеверные, не говорим пока, но я надеюсь, что как-то весной, к летам все еще оживется, потому что, конечно, год тяжелый, год тяжелый, такой невеселый, и веселее пока не становится. Не становится. Но жить надо, поэтому у меня вторая профессия, экзекьютив коуч, я закончила курс, экзекьютив коучинг, в московской школе управления Скулкова. Так. И у меня теперь есть, я могу официально работать коучем, и, собственно, работать. А расскажите, есть, чуть-чуть поподробнее? Ну, коуч такая хорошая история, позитивная, их часто сравнивают с психологом, поскольку у многих коучей есть психологическое образование, а многие психологи становятся коучем. Ну, у меня психологического образования нет, я пока туда, в эту сторону не смотрю, сама к психологам отношусь вот так вот, то есть ни разу не была на приеме, надеюсь, что не буду. Чем мне нравится коуч, что коуч – это товарищ, это такой помощник, который идет с тобой столько, сколько тебе нужно, и помогает тебе развиваться, или развивать то, что у тебя не получается там. Потому что, ну, как мы идем к друзьям, рассказываем, ну, помоги. Это нормально, это просто помощник, но квалифицированный и за деньги, причем за деньги хорошие, которые люди не понимают, за что вообще, почему там коучи такие получают деньги. К примеру, один из моих последних кейсов, у меня девочка обратилась ко мне с запросом бросить курить, насколько я сама это делала, и она сразу сказала, говорит, только ты меня там не бросай, я так чувствую, что это, в общем, будет долгий забег у нас с тобой, я говорю, пожалуйста, конечно, в результате за одну сессию, через одну сессию, мы с ней провели одну сессию, через неделю она сказала, что она бросила курить. Серьезно? Да. То есть это работает, это работает и в таком плане. Да, потому что, конечно, все в голове, просто понять, зачем, почему это тебе нужно, и что ты хочешь. Вот разобраться в том, что ты хочешь, тут коучи очень могут, могут в этом помочь, и что тебе мешает добиться того, чего ты хочешь. И когда человек просто сам начинает что-то проговаривать, какие-то вещи для него становятся ясными в момент даже проговорения. Но тут важны очень правильные вопросы со стороны коуча. То есть тут основная квалификация быть очень эмпатичным и уметь задавать правильно открытые вопросы. То есть любой человек, если у него есть какие-то средства, может прийти к вам, как правильно сказать, на коуч-сессию. На коуч-сессию? На коуч-сессию, да. Со своим запросом. Либо любой человек? Да. О, слушайте, интересно. Да. Так, значит, друзья, мало того, что можно позвать вас снимать в породный метр, еще можно прийти на коуч-сессию. Да, можно. Можно. Интересно. А вы себя в будущем все-таки тогда, раз вы заговорили об этом, я спрошу, в будущем себя кем тогда больше? Ну, я никем не больше, потому что это не отменяет мою основную деятельность, потому что, конечно, большее удовольствие я получаю от профессии артистки. Это ни с чем не сравнивает удовольствие. Тысяча людей в зале не сравняться. Не сравняться. Хотя, когда что-то получается, и когда... Ну, у меня уже вот три человека бросило курить после работы со мной. Ничего себе. Причем таких курильщиков, серьезно. Да, да, да. Парень и две девчонки. Да, да. Потом несколько человек, просто одна девочка у меня была молодая, совсем молодая девчонка, 16-летняя. У нее были проблемы, самое серьезное, вплоть до суицидальных историй. На таблетках сидела девочка, мама там сходила с ума. Все в порядке. Ничего себе. То есть, просто вот... Потому что психологи, мне кажется, они куда-то их загоняют в такую... Куда-то... Здорово, если попадется психолог, который тебе поможет. Но, конечно, есть какие-то вопросы, которые не коучинговые, которые вот именно надо идти к психотерапевту или к психиатру. Да. Но, как правило, как правило, почти все можно при помощи коуча разрулить. Как правило. Если человеку действительно надо, если у него есть запрос, если у него действительно есть потребность на развитие. Наверное, спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам. Спасибо за приглашение. И, может быть, если... Когда вот вы... Не знаю, новая работа выйдет у вас или будет еще что-то... Может быть, сниметесь в коротком метре, мы покажем у нас на фестивале, и вы к нам придете в гости. И, может быть, у нас не тысячи человек будет, но человек... 120 я обеспечу. Это минимум. Может быть, и больше. И, может быть, придете к нам тогда просто на показ. С удовольствием. И тогда сами снимите. Я, ребят, призываю, кто смотрит, пожалуйста, приглашайте. Я удивлен, что не приглашают. Я просто бояться. Просто, знаете, вот... Не стоит, не стоит. Не бойтесь. Попытка не пытка. Друзья, на сегодня мы с вами прощаемся. И, естественно, мы увидимся с вами вновь в этом замечательном павильоне книги на территории ВДНХ. Так что подписывайтесь, смотрите. И у нас будут еще гости и еще не менее интересные разговоры. Так что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok